Приветствую вас. Я не думаю, что можно ставить вопрос, так как вы ставите его, да, то есть если вот проблема, ну вот в этом, в том, что вы описываете, а то есть вопрос стоит на самом деле на что-то по-другому. А если вы хотите поменять себе это, то это проблема. Если вам не нравится, то как получается сейчас, если вам не нравится, то как обстоят дела сейчас, если вам не нравится, то есть вы проедаете все деньги и так далее, что да, это значит нужно менять. Если вас, в принципе, все устраивает, да, если вам, ну, ну, наверное, сказать, что нравится, было бы, наверное, неправильно, да, вот. Если кто-то исходит из того, что вы сами, сами какую-то такую, может быть, потребность что-либо менять, да, не ощущаете, не чувствуете, вот. Что, ну, наверное, в таком-таком случае, ну, в таком случае не стоит ничего менять, в таком случае не нужно ничего менять. То есть тут вот исключительно все зависит на самом деле только от вас. Это первое. Второе. Значит, проедать деньги. Ага. Ну, сама идея о том, что вы проедаете деньги, да, она мне, если честно, видится такой, что вы, ну, не считаете себя, как-то, может быть, достойной этих денег, то есть, как правило, человек просто, ну, не считает, не считает, что он заслуживает. Ага. С того, чтобы иметь деньги, к примеру. Уж потому, собственно, тут и проедание идет. Вот. И, ну, да, в этом есть проблема, опять же, действительно, что вы не считаете себя достойной, достойной денег. Вот. То есть деньги для вас, это вот, ну, вероятно, воспринимается как что-то, ну, что-то недостойное, да, что-то, чего вы стесняетесь, может быть, что-то, что-то, чего вы, может быть, боитесь. Вот. И с чем это связано? С чем это связано? Ну, это, на мой взгляд, вопрос достаточно интересный. С чем это связано? Скорее всего, да. Скорее всего, да, что-то из детства было у вас. Скорее всего, как-то в детстве ваши родители восприняли потерю денег, да, вот. Не как какое-то такое вот объективное происшествие, а как, может быть, что-то другое, как, ну, может быть, какую-то трагедию, или как то, что... Им стыжено так жить. То есть очень важно вот, что вы выявили отношение родителей к деньгам. Потому что пока, исходя из того, что вы написали, да, я могу предположить, что... Ваши родители просто неверно поняли ситуацию, которая произошла. Вот. Ну, мне так. Мне так. По крайней мере, видят. Вот. Теперь давайте несколько более подробно поговорим об этом, о том, что вы сказали. У меня часто, пищевые, как только появляются деньги, которые вот сейчас некуда потратить, что-то ломается и требует починки. Либо я заболеваю, и куча денег уходит на анализы врачей и лекарства. Либо я просто начинаю постоянно ходить в кафе и проедать больше, чем обычно. Ну, это, на самом деле, свой счет означает, что вы хотите избавиться от, значит, ну... От суммы. Вот. Вы хотите избавиться от, значит, денежной суммы. Почему-то. Вам она, эта вот денежная сумма, да, она вас, ну, тяготит. Вот. Собственно говоря. Почему она вас тяготит, это, конечно, вопрос, на мой взгляд. Такой, достаточно серьезный вопрос, почему она вас тяготит. Почему она тяготит сумма, тяготят суммы денег, которые у вас есть. Вот. И вы пытаетесь от них избавиться. Соответственно, поломка, болезнь, это все результат своего рода, такого, знаете, подстраивания под сценарий. Вот. К сожалению. Вот. И это, на самом деле, довольно печально и грустно, то, что происходит. А. Дальше. Это, вообще, моя слабость. Что именно? Постоянно ругают себя потом, но что толку понимаю? Ну, смотрите, ээээ, ругать, эээ, ругать себя, ээээ, вы не случайно начали. То есть, если вы, ээээ, себя ругаете, ээээ, значит, ээээ, скорее всего, именно, ээээ, к этому вы и стремитесь. И стремитесь к тому, чтобы, ээээ, себя, поругать. Вот. Вопрос заключается в том, для чего вам это нужно. Как один из вариантов, ээээ, как один из вариантов, ээээээ, для чего вам это нужно, это ээээээ. таким образом достичь какой-то вот потребности в получении внимания, вот, достичь чего-то, чего вам не хватает, вот. Ну, в частности, например, вот, когда мы говорили про, когда мы говорим про еду, да, про то, что вы переедаете, здесь можно сказать, что человек переедает, потому что ему не хватает любви. Это оральное такое поведение, и, соответственно, на неосознанном уровне, на бессознательном уровне, вы действуете, действуете вот так. Опять же, если вы себя ругаете, то, ну, это не просто так. Не просто так вы себя ругаете. Это делают, скорее всего, ваши родители. Вот. Ругают вас. Ваши родители. Вот. Ну, соответственно, ага. История здесь, она, примерно вот, такого типа. История здесь, она, примерно такая. Дальше. А, так, сейчас ломался компьютер, причём я сама со злостью ударила кулаком по нему, когда он завис. Теперь нужен дорогой ремонт. А, ну, здесь как бы возникает вопрос. Клак. Клак. А, почему, почему? Живые Ударили по нему кулаком. А, когда он завис, почему вы ударили по нему кулаком. То есть, получается, что вас, ну, возможно, имело Возможно, у вас имелись какие-то другие эмоции, возможно, у вас были какие-то иные переживания. Вот, я не знаю. Но то, что злость взялась, не взялась, точнее, не взялась из ниоткуда, это факт, это очевидный факт. Дальше, чувствую себя ужасно из-за того, что не отношусь бережно к вещам, получается. Опять же, может быть, это относится и к деньгам, то есть, может, это относится к тому, что вы не цените, вот, то, что у вас есть, потому что родители обесценили сразу, когда у вас пропали деньги. Вот. Либо, либо, тут имеет место злость, а компьютер это так, просто что-то такое вот, ну, случайно, скажем так. Ну, опять же, опять же, да, опять же, я не знаю, может быть, история и другая, может быть, история и по-другому как-то складывалась, да, но факт остается фактом. Дальше. Дальше. Эм... Если, есть ли за всем этим психологические проблемы, естественно, можно самостоятельно сделать. А самостоятельно, вряд ли можно с ней самостоятельно что-то сделать, потому что проблема лежит в основе... в основе лежит. И, что вы сможете сами что-то с этим сделать, я, если честно, не думаю. Не потому что, ну, сомневаюсь в вас или что-то ещё, а потому что вы просто, ну, не способны, скорее всего, эм... себя... оценить. Вот. Эм... И вам нужно, соответственно, за помощь специалистов. Это и сценарий, и сценарий не выходит... Своими путями. Это невозможно. Вот. Дальше. Идём. Эм... Эм... Что делать за твоим бесконтрольным желанием проедать лишние деньги вместо того, чтобы беречь? Эм... Ну, здесь, опять же, нужно выяснить, эм... Что первичнее? Первичнее у вас, эм... Эм... Именно, вот... Переедание? Как таковое? Или, первичнее, всё-таки... Именно, вела не избавиться от денег. Вот. Потому что... Мне кажется... Что очень важно... Понять, что... Что... Что из чего... Проистекает. Дальше. Значит, просто принять себя как свою слабость, или воспитать себя как-то. Скорее, эм... Раскрыть. Раскрыть, чего вы хотите. То есть, вот вы говорите, беречь деньги. Хорошо. Беречь деньги. Для чего? Вот. Ну, тут, если, вот, вы говорите, беречь деньги, супер. Для чего беречь деньги? Чтобы... Ну, чтобы что? Эм... Поисследовать. Обязательно. Если у вас, эм... Действительно есть, к примеру... Какие-то, ну, идеи, как, может, можно было бы... потратить эти деньги, да, допустим. То... Это одно дело. А если вы считаете, что вам, ну, просто нужно... Копить, это... Совсем уже не... То же самое. Вот. На мой, на мой взгляд, по крайней мере. Дальше. Идём. Так. Эм... Значит, в семье деньги одно время были. Много подарков в детстве, помню. Потом в 90-е не стало. Родители всё время твердили, денег нет. Приходилось часто занимать. Помелчи, потом отдавать. Ну, эээ... Здесь, соответственно, вполне, эээ... Могло быть, ээээ... Образованием той... Ну, вот. С той точки зрения, что... Вы недостойны денег. Это постоянное унижение. Вот. Эээ... Связь. Связь денег. Эээ... С... 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 Унижением. Вот. Это, мне кажется... Име... Имеет... Эээ... Ну, имеет... Смы... Смысл, да? Имеет... Имеет... Эээ... Под собой какое-то основание. Вот. Значит... То есть, тут, опять же, нужно... Исследовать. Дальше. Помню, родители говорили мне, как у тебя денежка зашевелится, так сразу тебе её потратить. Надо так и получается сейчас. Не очень понятно, что родители здесь имели в виду. То есть, если они, допустим, допустим, имели в виду, что... Ну, что вы не храните, к примеру, деньги, да? Вот. То это одно. Если тут ещё есть что-то... То это другое. Ну... То есть, эээ... Вот смысл, смысл этой слова, он... Так, хотя для меня остается загадкой. Дальше. Так, получается, сейчас. Заранее спасибо за ответ. Ну, аноним. Эээ... Я вам, в принципе, ответил. Вот. Честно сказать, эээ... Я не знаю, эээ... Что можно извлечь из, эээ... Данного адреса, да? То есть, всё, по сути, упирается, эээ... Только в вас. Всё упирается только в вас. То есть, всё упирается от того, вот, собственно, считаете ли, ну, считаете ли вы... Эээ... Эээ... Са... 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 Проблемой то, что... Сейчас, к примеру, с вами происходит. Вот. И если считаете, то да, ну и нужно... 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 Что-то менять. Вот. Безусловно. А если же... Вы не считаете... Что... Нужно что-то менять. Ну, к примеру. Ну, в таком случае, вам действительно, наверное, лучше оставить всё как есть и... Дальше уже, ээээ... Исходите с лишительной из того, что вы хотите. Вот. В целом, эээ... В психологии есть такой сценарий, который... Эээ... Полностью... Запрещает... Эээ... Деньги... Вот, к сожалению, есть такой сценарий, вот, если при исследовании выяснится, что у вас это сценарий, то его нужно будет подкорректировать. Ну и причину злости на компьютер тоже я бы хотел узнать, да, потому что не просто она появилась у вас. На этом, в принципе, всё. Я надеюсь, что мой ответ вам помог, надеюсь, что это было для вас полезно. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучше. Я вам желаю всего самого доброго и удачи. Спасибо. 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 Спасибо.